Торшеклассник Вася решил подзаработать, продавая на рынке арбузы по цене х рублей за штуку. Опытным путем Вася установил, что объем спроса Q на арбузы за день зависит от цены по формуле Q равно разности 29 и х. Дневная выручка R в рублях равна произведению объема спроса и цены. И тогда вычисляется по формуле R равно разность 29 и х умножить на х. Какой может быть цена, чтобы дневная выручка была более 100 рублей? Чтобы ответить на этот вопрос, составим неравенство. Раскрыв скобки и перенеся слагаемые в левую часть, имеем минус х в квадрате плюс 29х минус 100 больше 0. Полученное неравенство является квадратным. Квадратные неравенства, система и совокупности квадратных неравенств – это тема нашего изучения. Мы рассмотрим несколько вопросов, первый из которых – что называется квадратным неравенством? Неравенство вида ask2xbxc больше 0, ax2bxbc меньше 0, ax2bxc больше 0, ax2bxc меньше 0, где они равно 0, называются квадратными неравенствами. Первые два из них строгие, вторые два – нестрогие. Как решить квадратное неравенство? Вернемся к неравенству из задачи. Чтобы его решить, рассмотрим квадратичную функцию у равен минус х в квадрате плюс 29х минус 100. И воспользуемся ее свойствами. Определим направление ветви параболы. Ветви вниз. Найдем нули функции. 4 и 25. Схематично изобразим график и отметим знаки функции на промежутках. В нашем неравенстве знак строго больше. Значит, точки 4 и 25 изобразим выколотыми и выберем промежуток, на котором функция принимает положительные значения. у больше нуля при х, принадлежащем интервалу от 4 до 25. Этот интервал является решением неравенства. Ответ в задаче – цена за арбуз более 4, но менее 25 рублей. Рассмотренное неравенство можно решить иначе, домножив обе части неравенства на минус 1. При этом знак неравенства изменится на противоположный и станет меньше. Рассмотрим функцию у равен х в квадрате минус 29х плюс 100. Определив направление ветвей параболы вверх, нули функции 4 и 25, построим схему графика и укажем знаки функции на промежутках. Отметим выколотыми точки 4 и 25, поскольку знак неравенства строгий, и выберем промежуток, на котором функция принимает отрицательные значения. у меньше нуля при х, принадлежащем интервалу от 4 до 25. Запишем этот интервал в ответ. Решим нестрогое неравенство 2х в квадрате плюс 7х больше или равно нулю. Выполним действие по построению схемы графика функции у равен 2х в квадрате плюс 7х. Отметим знаки функции на промежутках. Знак неравенства больше или равно. Значит, точки минус 3,5 и 0 изобразим закрашенными и выберем промежутки, на которых функция принимает неотрицательные значения. Получим у больше или равен нулю при х, принадлежащем объединению промежутков от минус бесконечности до минус 3,5 включительно и от нуля включительно до плюс бесконечности. Запишем ответ. Самостоятельно решите неравенство. Видео поставьте на паузу. Проверьте ответ. Таким образом, решение квадратных неравенств сводится к построению схемы графика квадратичной функции и выбору промежутка, на котором функция принимает значения, соответствующие знаку неравенства. Запишите решение неравенств по готовым схемам графиков. Видео поставьте на паузу. Проверьте ответ. И снова запишите решение неравенств. Видео поставьте на паузу. Проверьте ответ. Решение неравенств применяется в заданиях на нахождении области определения выражений, содержащих арифметический квадратный корень. Найдем область определения выражения корень квадратный из разности 45 и 9х в квадрате. Так как подкоренное выражение принимает неотрицательные значения, область определения данного выражения совпадает с множеством решений неравенства 45 минус 9х в квадрате больше либо равно нуля. Решим неравенство, построив схему графика функции у равен разности 45 и 9х в квадрате. Получим. Областью определения выражения является отрезок от минус корня из 5 до корня из 5. Запишем ответ. Выясним, как решить систему квадратных неравенств и как решить совокупность квадратных неравенств. Для начала повторим. Решим систему неравенств х больше 3 и х меньше либо равен 5 и совокупность этих же неравенств. Отметим на координатной прямой штриховкой сверху множество решений первого неравенства, штриховкой снизу множество решений второго неравенства. Решением системы будет пересечение этих множеств. На рисунке эта часть прямой обозначена двойной штриховкой. Получим промежуток от 3 до 5 включительно. Решением совокупности будет объединение множеств решений. На рисунке эта часть прямой обозначена хотя бы одной штриховкой. В данном случае объединением является множество всех действительных чисел. Решим систему неравенств х больше 3 и х больше либо равен 5 и совокупность этих же неравенств. Отметим множество решений каждого неравенства на координатной прямой. Решением системы является пересечение этих множеств, то есть промежуток от 5 включительно до плюс бесконечности. Решением совокупности является объединение этих множеств, то есть промежуток от 3 до плюс бесконечности. Решим систему неравенств x меньше 3 и x больше либо равен 5. И совокупность этих же неравенств. Решением системы является пустое множество. А решением совокупности является объединение промежутков от минус бесконечности до 3 и от 5 включительно до плюс бесконечности. И еще решим систему x меньше либо равен 5 и x больше либо равен 5. и совокупность этих же неравенств. Для системы решением является множество, состоящее только из одного числа – 5. Для совокупности – множество всех действительных чисел. Если в этих же неравенствах поставить строгий знак, то решением системы будет пустое множество, а решением совокупности – множество всех действительных чисел, кроме числа 5. Рассмотрим, как решить систему квадратных неравенств х в квадрате минус 5х плюс 6 больше либо равно нуля и х в квадрате плюс 4х минус 5 меньше нуля. Сначала решим первое неравенство и получим объединение промежутков от минус бесконечности до в 2 включительно и от 3 включительно до плюс бесконечности. Решим второе неравенство. Получим интервал от минус 5 до 1. Найдем пересечение множеств решений неравенств. Для этого отметим их штриховкой на координатной прямой. Получим интервал от минус 5 до 1. Запишем ответ. Поиск ответа для совокупности этих же неравенств отличается лишь последним этапом. Решив каждое неравенство в отдельности, имеем те же множество решений, найдем объединение этих множеств, отметив их на координатной прямой штриховкой. Получим объединение промежутков от минус бесконечности до 2 включительно и от 3 включительно до плюс бесконечности. Запишем ответ. Самостоятельно решите систему неравенств. Видео поставьте на паузу. Проверьте ответ. Самостоятельно решите совокупность неравенств. Видео поставьте на паузу. Проверьте ответ. Решив первое неравенство, получим объединение промежутков от минус бесконечности до минус 2 включительно и от 8 включительно до плюс бесконечности. Решением второго неравенства является множество, состоящее из одного числа 8. Пересечением множеств решений является это же число. Запишем ответ. Самостоятельно решите двойное неравенство. Видео поставьте на паузу. Проверьте ответ. Мы рассмотрели все вопросы и узнали, что называется квадратным неравенством, как его решить, используя свойства квадратичной функции, как решить систему квадратных неравенств и как решить совокупность квадратных неравенств. Для закрепления знаний решите задание параграфа 15 из 16 учебника.